В Запорожье простились с 47-летним Андреем Андреевым, погибшим в зоне АТО. Боец был призван по мобилизации 22 августа. Служил в 23-м мотопехотном батальоне и 93-й отдельной механизированной бригаде. Во время атаки российских военных под Мариуполем воин погиб. Проводить в последний путь патриота Украины пришли родные, близкие, волонтеры и побратимы. О прощании с героем далее в сюжете. Друзья Андрея Андреева вспоминают, он всегда был веселым и жизнерадостным. Трудился в КП «Запорожь-электротранс» водителем трамвая. С самых первых дней Майдана не мог оставаться равнодушным к тому, что происходило в Украине. Поэтому, когда в стране началась мобилизация и пришла повестка, Андрей Андреев отправился в военкомат, а затем и в зону АТО. Андрей был очень хорошим человеком, никогда не унывающим, всегда с улыбкой. Никакие невзгоды и тягости его не гнетили. Он всегда был с улыбкой, всегда с шутками. Никогда не унывающий солдат. Очень жалко хоронить своих товарищей, очень тяжело их терять. Но он истинный герой, пусть будет пример для других. В облвоенкомате отмечают, это уже 57-й запорожский военный, отдавший жизнь за Украину. И добавляют, несмотря на минские договоренности, сепаратисты продолжают обстрелы украинских позиций, вызывая наших солдат на конфликт. Во время одной из таких провокаций, рассказывают военные, и погиб Андрей Андреев. После этого втрата, с таким больным мы воспринимаем каждую втрату нашего военнослужащего, потому что эти парни, которые отдают свое житие, они не ховались за спины других граждан Украины военнослужащих. Их призвали, они пошли служить. И так в сложных условиях, в условиях выполнили свои обязанности. Но все равно, победа будет за нами. Мы победим, несмотря на все ногоразды. Сейчас 23-й мотопехотный батальон, в котором служил Андрей Андреев, остается в зоне АТО. Бойцы продолжают мужественно защищать подступы к Мариуполю от сепаратистов и российских войск.